Телеканал КРТ представляет Мур – кадровый разведчик и дипломат Британец, родившийся в Ливии, начал работать в МИ-6 в 1987 году, дослужившись впоследствии до поста руководителя одного из подразделений На протяжении своей карьеры он появлялся то в одной, то в другой стране в статусе английского дипломата В его послужном списке – Вьетнам, Пакистан, Малайзия, но особенно выделяется Турция Впервые он появился в этой стране в начале 1990-х, а в 2014 году был назначен послом Великобритании в Анкаре В 2016 году, после попытки государственного переворота в Турции, устроенного армейскими офицерами-кималистами и сторонниками опального проповедника Фетхулы Гюлена Именно Ричард Мур выступил за то, чтобы Лондон сразу же занял решительную позицию против мятежников И именно он организовал приезд Бориса Джонсона, на тот момент главы МИД в Анкару, чтобы продемонстрировать солидарность с Турцией Тогда же политик заявил, что Лондон будет стоять бок о бок с Анкарой С этого момента у Британии начались особые отношения с Турцией В то время как другие страны ЕС после 2016 года дистанцировались от Эрдогана Считая его референдум по изменениям в Конституцию, проведенный после неудачной попытки переворота узурпации власти Лондон, напротив, сближался с Анкарой В британской прессе того периода политика турецких властей освещалась вполне комплиментарно Эту тенденцию можно наблюдать и до сих пор По мнению многих экспертов, именно Ричард Мур приложил наибольшие усилия для создания благожелательного образа Турции в британских СМИ Геополитически и геоэкономически британцы видят в Турции возможность влияния на регионы Восточного Средиземноморья, Ближнего Востока и Закавказья С помощью поддержки действий Анкары в этих направлениях В январе текущего года премьер-министры Греции и Израиля, а также президент Кипра Подписали соглашение о строительстве подводного трубопровода ИСТМЭД Для транспортировки газа из Восточного Средиземноморья в Европу ИСТМЭД воспринимается Турцией как прямой конкурент турецкого потока Анкара стремится всячески заблокировать данный проект Британцы, в свою очередь, также не заинтересованы в реализации проекта ИСТМЭД Английская компания British Gas также претендует на разработку части газовых месторождений в районе острова Кипр Учитывая эти и многие другие интересы Соединенного Королевства в регионе, а также хорошо налаженные контакты Мура с Турцией Многие прогнозируют серьезную активизацию британских тайных операций по всему Ближнему Востоку После его назначения руководителем Ми-6 Ну, а как известно, все тайное рано или поздно становится явным Так что новые скандалы, интриги и расследования, связанные с деятельностью британцев в этом регионе, в ближайшие годы обеспечены Интересна и реакция российской прессы на это назначение в Лондоне Некоторые российские журналисты выразили опасение, что возглавив британскую внешнюю разведку Мур начнет ни много ни мало новую большую игру против России на Ближнем Востоке и в Закавказье Используя возможности Турции в этих регионах Вот, например, что пишет в своей статье для российской газеты «Аргументы и факты» журналист Андрей Сидорчук Цитата Важно отметить, что назначение главы Ми-6 происходит вслед за публикацией доклада Комитета парламента по разведке и безопасности Великобритании В котором утверждается, что власти королевства недостаточно серьезно отнеслись к российской угрозе Таким образом, от Ричарда Мура, вне всяких сомнений, будут требовать действий, способных усилить давление на Россию Учитывая его связи в Турции и Азербайджане, можно с высокой долей вероятности предположить, что обстановка в этом регионе претерпит неблагоприятные для России изменения Автор публикации отмечает, что Ричарда Мура можно назвать представителем классической английской политической школы Для которой давление на Россию с помощью Турции, организация антирусских выступлений на Кавказе и в Средней Азии Были основными инструментами британской политики, начиная с 19 века и заканчивая Второй мировой войной Учитывая то, что Мур все-таки не обычный дипломат, а разведчик, ранее нечасто высказывавший свои взгляды на внешнюю политику публично Однозначно утверждать, что данный прогноз правдив, пока нельзя Однако тот факт, что основными объектами его профессиональных интересов выступают Турция и Ближний Восток С которыми Россия в последние несколько лет активно взаимодействует, говорит о вероятности подобного развития событий Но, как известно, нет предела чекистскому коварству Пока британцы укрепляли свои наступательные возможности в тайной войне, рука Кремля появилась откуда не ждали А именно в святая святых британской политической системы Палате Лордов 31 июля был опубликован список пожизненных пэров, утвержденных королевой Елизаветой II Согласно этому документу, сын российского бизнесмена Александра Лебедева Евгений Станет пожизненным пэром и войдет в верхнюю палату британского парламента Палату Лордов Евгений Лебедев владеет компанией, выпускающей британские газеты The Independent и Evening Standard На получение пэрства его рекомендовал премьер-министр Борис Джонсон В Палате Лордов он станет членом независимой партии, то есть не будет представлять ни одну из политических сил Как рассказали в пресс-службе палаты, назначенные пэры будут введены в ее состав с сентября На первый взгляд, ничего необычного Ну, подумаешь, бизнесмен с русскими корнями вошел в Палату Лордов В конце концов, при наличии финансов и политического влияния, места в ней иногда покупались и раньше Однако, этот случай особенный Дело в том, что Евгений Лебедев приходится сыном Александру Лебедеву О котором британская The Guardian в ноябре 2019 года писала следующее Цитата Борис Джонсон встретился с бывшим агентом КГБ во время весьма спорной поездки на вечеринку Через два дня после посещения саммита НАТО, который касался России Премьер-министр, который в то время был министром иностранных дел Встретился с российским бизнесменом-миллиардером Александром Лебедевым Чья семья владеет британскими газетами Independent и Evening Standard 59-летний русский, крупный медиамагнат, утверждающий, что санкции Запада против Москвы из-за Украины были нелепыми и неэффективными Его деятельность в КГБ хорошо задокументирована То есть членом святая святых британского парламентаризма, палаты лордов, пожизненным, прошу заметить, стал сын агента КГБ, который к тому же владеет двумя крупными британскими СМИ И это в то время, как комитет парламента по разведке утверждает о том, что власти королевства недостаточно серьезно относятся к российской угрозе Какая уж тут новая большая игра на Ближнем Востоке Не знаю, как в Британии, а в Украине такое точно назвали бы зрадой Продолжение следует...